Ну что, у нас решающая игра за выход в Сид-1, вернее покорение Сид-1 уже все, то есть выход давно состоялся. Пан или пропал друзья, либо я эту игру выигрываю и получаю Рассела Весбрука, либо все начинать сначала. Очень надеюсь, что мне удастся эту игру затащить, буду стараться изо всех сил. Проигрывать ни в коем случае нельзя, надо выигрывать. Поехали, решающая игра. Эпогей, так сказать. Если выиграю, что стримить буду? Нет, баскетбол-то я буду продолжать стримить, просто может быть не так часто. Ёп. И кто же мне попадается? Леон Бум попадается мне. Я не знаю, если мне сейчас не дадут хоста, я буду очень сильно бомбить вообще. Леон Бум опросил, просил, не надо снайперить меня, все равно он попадается. Ааа, Леон Бум, что же делать тут с тобой, а? Поехали. Вау. Хорошо, что хотя бы не пробивать. Это быстрый удар, чтобы выиграть в открытой квартире. И это Сиэнтла с петлей. И еще кило вилки, конечно же не попадает. Это же так тяжело попасть в такой мяч. Сиэнтла на дефенцию. Это же безумно тяжело положить его в корзинку-то. Это же нужно просто нереально иметь скилл. Их Субтитры сделал DimaTorzok Чемберс умел трешки кидать? Мне кажется, нет Я пока, друзья, не могу понять, то ли я хост, то ли он хост Это реальная интрига большая Хотя он говорит, что он интернет починил У него сейчас белый IP Ну, я думаю, что это будет поняться, когда я маленько покидаю Томпсоном, потому что Томпсон это тот человек, чей тайминг я лучше всего знаю в игре Да ладно Что-то пока не похоже, что мне хоста дали, судя по последнему броску Да ладно Через Онил Ну, я причем идеально защищался Эй, Леон Ва-та-фак Эй, Люк Леонли Матерфака Матерфака Сидит в обратном поле Вибраторе Вибраторе Макаски Вибраторе Ну, это Крик Да, это Да, это Я думаю, он должен быть думать на это Горько Вибраторе еще разочек давай вот это было добавочек уилкинс там отжог вообще по полной программе прибавляя миг сиэнта лейтен файтин юрис волкинс трепут вилкинс как файл коммуникация ботвей тиммейт он не алиюк и мэтс виние полетал нау сианилкин лук что тут весел подвизжал сзади такой ноу Теперь вот Курри. Дефенция прямо на него. Продолжение следует. И он начинает идти. Курри сейчас у нас есть два для того, чтобы проложить карри. Мне нужно к его таймингу привыкнуть. У нас осталось 21 секунд в третьем. Вингейт проходит к Маккаламу. И Стеф Курри с фуалом. Это его первый фуал в игре. Нет, он не поддается. Я же его попросил не поддаваться. Ну просто у него команда объективно слабо же. Он играет с основного аккаунта. Три секунды осталось. Вообще, я его на самом деле очень просил не лезть, не снайперить меня. Но, видите, человек не может. Ему нужно обязательно засветиться на стриме. Мы договорились с ним, что как только я пройду сит один, мы с ним поиграем. Не мог выдержать. Видите, ему нужно обязательно вклиниться. Система Торнера Разборили. Очень здорово. Там дадут Нейли. И это Тоберт. И это двое, что получается. Реверка бельку без кайф. Это группа сейчас на фоне, в Вашингте. Приклика начинает гравлять. Это отдасты. Три секунды в игре. Три отсюда будут в этой второй половине. И здесь хороший. Сделал на экране. Хорошо на прыжке. Знаешь, фигура не пытается бороться на экране, и поэтому это превращается в простой баскет. Роганс, кикки Курри. Треть-поинтер. Это хорошо. Курри не может быть сцены на поле. Если тайминг, ну, играешь на нормальном хосте, и тайминг к таймингу привыкаешь, конечно, бомбит вообще нереально. А представляете, что Пинк Даймонд может делать? Ну, кидай давай. Стоял на трехочковой, не кинул даже. Ну, дает ли он. Я бы кинул. Неважно, кто стоял. Свободный, это че не кинуть. Вау! Шесть. Пол Макески отжог. Ну, в этом направлении, Кевин, место, чтобы разработать таланты и проверить новые методы, это не повредит меня, чтобы увидеть все инвестиции в своем лейтинге, я вообще не понимаю. Вот мне нужна была одна из задач, которую я перед собой стоял, когда Шахил Анила покупал, чтобы когда он подбирает мяч под кольцом, он с мясом его туда вколачил. Понимаете, как в жизни было. Здесь Шахил Анил какой-то женщиной предстает, которая не может с мясом ни хрена забить. Вновь к Курри. Вау! Нифига себе, Пол Макески. Анила там нагнул. Анил. 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 кидать Шакил Анилом. 5 из 11 попал. Что-то как-то стрёмно. Зато Доминик вон 5 из 5. Шакил Анил 0 из 7 трешек. 7 раз в трешке их дал. Клей Томсон 3 из 3. Джордан 2 из 2 в трешке попал. Дюран 2 из 2. Ирвинг. Красавчик вообще. Ну что, давайте Рассел и Весбрука заберем уже наконец-то. Да, Леон, хорошо. Сейчас сыграем. В Сиди, Ваггер, хорошо. Не просто так, а в Сиди. Ну что, друзья, забираем этого парня уже наконец-то. Да, нервы и мат закончились, наверное. Контракт плюс 5. Рассел Весбрук и пик-н-ролл диффенс плюс 9. Средняя карточка, конечно, бесполезная абсолютно. Но зато Рассел Весбрук, говорят, вообще имбанутый какой-то. Посмотрим. Ну что, друзья, поздравьте меня. Давайте на Рассела Весбрука, наверное, посмотрим. Немножко. Что он может вообще? Давайте так посмотрим. Ну что, у него Shot Close 93. Mid-range слабенький, по-моему. 88. Трешки он кидает, конечно, отстойно. 79. Ну вообще, показатели достаточно посредственные. Я не знаю, почему его называют, блин, дисбалансным сильно. Вообще непонятно. Да зато Driving Dun 95. Это, конечно, круто. Он может данчить очень хорошо через всех. Так, а если так посмотреть... Ну, защита у него тоже какая-то. Дев Конд 70 всего лишь. Зато скорость 98. Это круто, реально. Скорость хороша. Трешки им, наверное, вообще лучше не кидать. Только с правого угла. Либо с центра. Ну, очень противоречивый типок. Очень. Beige Dead Eye есть. Бронзовый. Unfaced. Sprite Pasterizer. Не знаю, почему все считают, что он крутой. Но я что-то не вижу крутости в нем. Вот как-то так, друзья.